По словам Роберта Киасаки, то, что происходит в мире сегодня, является самой большой депрессией в истории. Рекордное печатание денег снова подогревает разговоры о преимуществах инфляционной и дефляционной модели экономики. Роберт Киасаки объясняет, почему для конкретных активов нет никакой разницы, в какой модели, дефляционной или инфляционной, мы будем жить. В этом видео он рассказывает о том, чего большинство людей не понимает. По его словам, есть активы, которые выиграют при любой модели, инфляционного краха или же дефляционного. Он поднимет еще две темы, почему многие люди теряют деньги на биткоине и почему биткоин лучше недвижимости. А в конце видео мы послушаем его прогноз для биткоина. Если тебе это видео будет интересным, не забудь поставить лайк, это помогает видеоролику попадать в алгоритмы ютуба, а ссылка на оригинальное видео с канала Джейми3 будет в описании. Вопрос лишь в том, когда выйдет монета ФРС. Когда доллар станет биткоином. Почему это важно? Причина кроется в том, как деньги попадают в реальную экономику. Такие люди, как я, предприниматели, мы берем в долг большие суммы денег. В моем случае мы взяли 160 миллионов долларов. Что это значит? Это значит, что 160 миллионов долларов были созданы из чистого воздуха. Мы, как предприниматели, создали 160 миллионов долларов, которые такие банки, как Уэллс Фарго, Джейпи Морган и Банков Америка с помощью нас закачали в реальную экономику. Проблема в том, что существующая долговая экономика вознаграждает только таких людей, как я. Этих предпринимателей, которые могут позволить себе взять огромные суммы долга. Видите ли, мы берем деньги в долг, деньги, которых даже не существует. Этого многие не понимают. Так как же богатые становятся богаче? Тот, кто задает такой вопрос, не понимает, как деньги появляются в реальной экономике. Если у тебя есть только кредитная карта, то ты им не нужен. Так работает существующая банковская система. А что же будет, когда ФРС выпустит свою монету? Когда появится цифровой евро или цифра юань? Банки канут в лету. Знаешь, мы должны покупать внизу, а продавать вверху. Но все эти люди делают абсолютно наоборот. Это даже забавно. И это касается не только биткоина. Это про любой актив в этом мире. Нужно просто подождать краха. Только так становятся богачи. Не могу не вставить свои пять копеек. Это действительно так. Основной наплыв новой крови в рынок биткоина происходит тогда, когда цена главной криптовалюты бьет рекорды и практически находится у своих пиков. Так было в 2017. Так оказалось и в 2021. Больше года назад абсолютно все рынки падали как сумасшедшие. Это были рекордные обвалы. И большинство людей в панике избегали этих рынков как только могли. Биткоин тогда падал до 3000 долларов. 20 марта 2020 года я выкладывал видео с названием «Почему рецессия – это хорошо?» «Почему падение – это хорошо?» В нем я рассказал о том, что огромные падения рынков – это та самая большая возможность, которую все ждут. Но которые почему-то пропускают и залетают в рынки тогда, когда из них уже нужно выходить. Тогда я, понятное дело, говорил о том, что на таких падениях нужно покупать биткоин. В этом видео я рекомендовал покупать и Теслу на самом деле. Так что Роберт Киасаки прав. Богатыми становятся во время огромных коллапсов рынка. Это самая большая возможность, которая может существовать на рынке. Огромный коллапс. Я знаю, в прошлых своих выступлениях вы предсказывали падение биткоина до 27 тысяч долларов. Сегодня до этих отметок осталось всего ничего. Так что же, прямо сейчас вас устраивает ваша позиция по биткоину? Давайте объясню. Я заинтересовался биткоином, когда он достиг почти 2000 долларов в 2013 году. Именно тогда я задался вопросом, а как высоко он может вырасти? 20 тысяч долларов. Это был исторический пик в 2017. Если сейчас биткоин снова будет стоить 20 тысяч, мой интерес к нему зашкалит. После достижения 20 тысяч в первый раз он откатился до 3000 долларов. И я тогда думал на тему, куда же он упадет. Затем он достиг 7 тысяч долларов, 9 тысяч долларов. И как раз таки на 9 тысячах я снова в него зашел. И я довольно таки счастлив сейчас, когда он колебается в районе 30 тысяч. Если сейчас он упадет до 27 тысяч, это будет классно. Если до 20 тысяч, о боже мой, большое спасибо. Вот так инвесторы смотрят на картину. Не спекулянты и трейдеры. Это книга моего друга. Она называется «Чудовище с острова Джекилл». Прочитайте ее. В ней описано, как работает Федеральная резервная система. Она была создана в 1913. И знаете, что еще стартовало в этом году? Налоговое управление. Складывая эти переменные вместе, получаем то, что система просто давит вас. Это не то, что делает биткоин. Или вот золото и серебро. Это деньги богов. Это настоящие деньги. Но вопрос заключается в ликвидности. Вот эта вещь ликвидна? Ты даже не можешь купить ее сегодня. Но если я скажу, эй, у меня есть золотая монета, мой брокер сразу же выкупит ее. Моментально. Что мне нравится в биткоине, это его ликвидность. Это не похоже на недвижимость. Когда я покупаю какую-то недвижимость, она не ликвидна. И если я совершил ошибку, я не могу просто так взять и выйти из нее. У меня сейчас есть такие проблемы с недвижимостью. Лучше бы я некоторую вообще не покупал бы. Я не могу выйти из нее. Да, физически я могу зайти в нее и выйти обратно, но никто не хочет ее покупать. Это проблема недвижимости. Она не ликвидна. В отличие от биткоина. А вот это зимбабвийский доллар. Это будущее американского доллара. Это просто кусок бумаги. И люди работают за него. А золото это деньги богов. Они здесь с самого начала жизни этой планеты. Поэтому, когда люди дискутируют биткоин или золото, мой ответ лишь бы не это. Я хочу что угодно, кроме этой бумажки. Но все, чего хотят люди, большинство из них, это вот эта бумажка. Этому учатся школы. Все учителя любят эту штуку. Каждый учитель. И они учат людей, что нужно любить эту штуку. Это, кстати, 10 миллионов зимбабвийских долларов. Что бы вы хотели? 30 долларов золоте или эти 10 миллионов? Подытоживая, Роберт Киасаки говорит, что независимо от того, будет ли инфляционная или дефляционная модель системы, золото, серебро и биткоин все равно останутся королями. Недавно в твиттере Киасаки написал, инфляция или дефляция? Кто знает, возможно, стакфляция. Экономика растет, когда люди производят. Вместо производства людям платят за то, чтобы они не работали. Как вы это называете? Социализм? Это государственная измена. По поводу того, какая самая низкая отметка для цены биткоина во время этого падения с его точки зрения. Мы помним этот твит, в котором он прогнозирует падение биткоина до 24 тысяч долларов. Крупнейший пузырь в истории мира становится все больше. Самое масштабное падение близится. Покупаю больше серебра и золота. Ожидаю падения биткоина до 24 тысяч долларов. Такие коллапсы – самое лучшее время для того, чтобы заработать. Сегодня же он немного изменил свой прогноз. Три уровня, которые он для себя отметил. 27 тысяч долларов, 24 тысячи долларов и 20 тысяч долларов. На отметке в 20 тысяч долларов его интерес к биткоину будет максимальным. Он даже готов благодарить силы природы за такое падение биткоина. Вот что значит быть инвестором, а не азартным игроком, который ведется на жадность и страх. И в итоге уже не он богатеет, а за счет него богатеет. Надеюсь, ты вынес несколько уроков из этого отличного интервью Роберта Киасаки. Кто бы что про него не говорил, но этот человек умеет себя подать и иногда делает это очень разумными мыслями. А меня зовут богатейший Ди. Богатей. И увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok